Зоя Кудрявцева За два месяца она сбросила 10 килограммов. А теперь я встаю на свои любимые весы, теперь я их обожаю. Раньше просто терпеть не могла, меня не заставишь. Нельзя было заставить туда встать. А теперь вот 55 килограмм, как обычно, вес задержался на той планке, на которую я всегда мечтала. На старые фотографии Зоя не может смотреть спокойно. Только после того, как она сбросила вес, начали проходить комплексы по поводу внешности. Существенно похудеть за короткий срок Зои помогли вовсе не голодовка и изнурительные походы в спортзал. Ненужные килограммы пропали, когда появился личный тренер по питанию. Наши отношения начались изначально с того, что мы стали строить распорядок питания. То есть день, утро, день, вечер и перед сном. Меня выслушала Лена, что я люблю. Она сказала, что из моих привычек вредно, что можно модифицировать. Привет, Лен. Привет, Зоя. Ну, как все дела? Нормально. Ну вот, ничего не поела, сейчас быстренько взвешиваюсь. Зоя, где у нас завтрак? Елена Астахова – тренер по питанию. Она не просто подобрала Зое диету. В течение двух месяцев девушка находилась под полным контролем. Постоянные консультации и за каждый съеденный продукт отчет по СМС. Каждый день или через день мы созваниваемся, и Зоя пишет СМС, что она съела на завтрак, чем она поужинала, какой у нее вес. И я уже четко понимаю, день за днем, где у нас погрешности. Смотрите далее. Как выбрать правильные продукты в супермаркете? Какие ошибки совершают те, кто хочет похудеть? Сможет ли начинающая певица справиться с ожирением? Что окажется сильнее – талант или голод? Вместе с Зоей и тренером по питанию Еленой мы отправились в супермаркет, чтобы узнать, какие продукты наиболее эффективны для снижения веса, а что только мешает сбросить ненавистные килограммы. Ну что, мы с тобой выберем молочные продукты, чтобы обеспечить нам вторую половину дня белком. Обезжиренный творог, кефир и молоко – все эти продукты диетолог советует употреблять во второй половине дня. Помимо молочных продуктов, в корзинке у худеющего человека обязательно должны быть свежие овощи. И это правильный выбор. Когда мы снижаем вес, мы картофель исключаем. А когда не снижаем, когда он снижается? Мы позволяем. Позволяем иногда себе есть. Зоей не верится, что еще недавно она ела все подряд и ругала себя каждый вечер. Теперь в ее холодильнике только правильные продукты. За два месяца ни грамма хлеба и сладкого. Отказаться пришлось даже от самых любимых продуктов. Один раз я зашла в магазин, у меня просто, я не знаю, что случилось со мной, просто брызнули слезы перед прилавком с зефиром и со всеми сладостями восточными, которые я просто раньше обожала. Для того, чтобы придерживаться правильного питания было проще, Елена советует не исключать, а заменять любимые калорийные продукты на полезные. Если ты утром кушаешь цитрусовые и вообще фрукты, ешь фрукты, то вечером уже тебе не хочется ни шоколад, ты получила свою порцию фруктозы. Так что мы снимаем тихонько, заменяя глюкозу, шоколад мы заменяем фруктами, и фрукты переносим в первую половину дня. Худеющие люди очень часто делают ошибки при выборе полезных товаров. Низкокалорийный продукт на самом деле может только добавить вам лишние килограммы. Чаще всего у нас ошибки происходят, первое, это фрукты. Когда мы едим во второй половине дня, люди ошибаются, думая, что от них мы не поправляемся, поправляемся. Там фруктоза, они сладкие, и мы в ночь уходим со сладкими фруктами. Мы фрукты переносим в первую половину дня, мы их не исключаем из рациона. Масла. Мы растительными маслами не заправляем салаты, потому что там очень много жира, там жирность очень высокая в маслах. Мы заменяем на кисломолочные продукты, на сметану, творог, йогурт. Еще ошибки, конечно, колбасы. Считают, что это мясо, но на колбасе очень сложно похудеть, практически невозможно. Это скрытые жиры, и они нам дают только на прибавление в весе. Рис нам задерживает воду, какой бы он полезный ни был, но когда мы худеем, лучше его исключать, потому что огроженность талии становится одутловатой, и поэтому мы рис убираем. Зоя смогла забыть про депрессии и комплексы, но только с помощью тренера по питанию. Оплаченный курс стоил того. Поклонники и новая работа. Сейчас для Зои началась совсем другая жизнь. Сейчас я зарабатываю в два раза больше, и это как раз и есть результат того, что я стала в тысячу раз лучше выглядеть. И это правильный выбор. Продолжение следует...